В эфире новостная программа Арцах. Здравствуйте! С основными новостями дня 2 июня в студии Ольга Григорян. Сегодня в программе. Артак Бегларян назначен государственным министром Арцаха. Азербайджан должен немедленно освободить пленных армян. Омцмена Армении обродился к действующему председателю ОБСЕ в связи с армянофобскими заявлениями Алиева. Сопредседатели минской группы ОБСЕ готовы посетить армяно-азербайджанскую границу. Президент Араик Арутюнян посетил с рабочим визитом Аскеранские и Мартуницкие районы. Об этом и о многом другом более подробно. Сопредседатели минской группы ОБСЕ Игорь Попов, Стефан Висконти, Эндрю Шафер могли бы в ближайшее время договориться о возможности визита на границу Азербайджана и Армении. Как заявил на пресс-конференции представитель Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич, очень важно, чтобы сопредседателям минской группы ОБСЕ все же удалось в ближайшее время попасть в регион и на месте определить ситуацию, поговорить со сторонами уже на месте. Думаю, что такие возможности могли бы открыться в самое ближайшее время. По его словам, остро стоит вопрос о допусках международных гуманитарных организаций для помощи населению. Здесь тоже масса организационных деталей, которые по-разному трактуются сторонами, добавил Лукашевич. Вооруженные силы Армении не пересекали границу Азербайджана ни 1 июня, ни в предшествующие ему дни. Министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию, согласно которой вечером 1 июня 40 армянских военнослужащих пересекли границу Азербайджана, после чего подразделения вооруженных сил Азербайджана заставили их вернуться на исходные позиции. Очевидно, что подобную дезинформацию азербайджанское военно-политическое руководство вводит в оборот с целью создания впечатления среди международного сообщества о попытках вооруженных сил Армении обострить армяно-азербайджанскую пограничную ситуацию, а также в противовес провокации, связанной с проникновением вооруженных сил Азербайджана 12 и 13 мая на территорию Республики Армения. Как заявили в Министерстве обороны Армении, вооруженные силы Армении ни 1 июня, ни в предшествующие ему дни не пересекали границу Азербайджанской республики. И все утверждения по этому поводу являются дезинформацией, распространяемой оборонноведомством этой страны, объем которой в последнее время существенно увеличился. Исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Рутюнян посетил вчера пограничное управление ФСБ России в Армении, сообщает Арминпресс. В сопровождении начальника пограничного управления генерал-лейтенанта Романа Голубицкого Вагаршак Рутюнян осмотрел музей пограничной службы Российской Федерации. Исполняющий обязанности министра обороны Республики Армения и начальник пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Республике Армения, в ходе визита обсудили вопросы, связанные с ситуацией на армяно-азербайджанской границе, а также разминированием которых участков границы. Ом Муцмин Армении обратился к действующему председателю ОБСЕ и сопредседателям Минской группы ОБСЕ в связи с армянофобскими заявлениями президента Азербайджана Альхама Алиева. Он оточнил, что президент Азербайджана 21 и 28 мая текущего года сделал заявление, свидетельствующее о политике армяно-ненавистничества и враждебности по отношению к армянам. Эти части заявлений были выделены и отправлены в официальном письме действующему председателю ОБСЕ, сопредседателям Минской группы ОБСЕ, а также в Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации, Комитет по расизму и нетерпимости Совета Европы, Верховному комиссару ООН по правам человека и другие международные организации. Президент Азербайджана в своих выступлениях говорит на языке силы и угроз, использует такую риторику и слова с целью искорбить достоинства всего армянского народа, всего населения Армении и Арцаха, создать напряженность в армянском обществе. В этих выступлениях подчеркиваются преимущества азербайджанского народа перед армянским только по признаку этнической принадлежности. Главная цель мониторинга защитника прав человека Армении заключается в том, чтобы показать политику геноцида азербайджанских властей, которая на самом деле лежит в основе грубых нарушений прав человека, в том числе в основе зверств, угрожающих миру и безопасности, отмечается в заявлении Омсмина Армана Татуяна. Азербайджан игнорирует призывы. Сегодня в Баку начался судебный фарс в отношении пленных армян. Как сообщили азербайджанские СМИ, судят пленных Людвига Макрчана и Алешу Хосурвяна, оба участника Первой Карабахской войны. Обоим предъявлены несусветные обвинения. По данным азербайджанских СМИ, готовятся процессы в отношении целой группы пленных, общим числом 14 человек, по аналогичным объявлениям. Президент Республики Арцах Араика Рутинян с рабочим визитом посетил вчера общины Шош и Сарушен Аскиранского района, Кармиршука и Тагаварт Мартунинского района. Как сообщает Главное информационное управление аппарата президента, в общинах Шош и Сарушен и Тагаварт глава государства встретился с жителями, обсудил проблемы безопасности, социально-экономические вызовы и проблемы, существующие в послевоенный период, а также шаги, которые необходимо предпринять для их преодоления. Глава государства отметил, что в ближайшее время в населенных пунктах будет увеличен объем строительных работ, направленных на ликвидацию впоследствии войны и восстановления инфраструктуры. По словам Раика Рутиняна, в этом году правительство Республики Арцах планирует асфальтировать дорогу Кармиршука-Тагаварт, а также благоустроить внутрообщинную дорогу села Шош и Сарушен. Президент обсудил ряд вопросов, связанных с уборкой урожая, и поручил ответственным лицам заинтересованных органов организовать и обеспечить предстоящие уборочные работы. В общине Кармиршука Раика Рутинян посетил строительную площадку нового жилого квартала, где ознакомился с процессом монтажа быстровозводимых домов. Как сообщили из аппарата президента Республики Арцах, Раика Рутинян посетил сегодня аппарат государственного министра Республики Арцах, представил членом правительства и аппарату государственного министра новоназначенного государственного министра Артака Бегларяна. В своем выступлении президент поблагодарил Григория Мартиросяна, который после отставки продолжит свою деятельность в Арцахе в финансовой и экономической сфере, и подчеркнул его роль в послевоенном урегулировании кризисов, выразив уверенность, что впредь он будет продолжать реализацию экономических программ и программ развития, предусмотренных параллельно с восстановлением и социальной работой. Представляя нового государственного министра, Арайка Рутинян отметил, что он будет координировать деятельность министров труда, социальной миграции, здравоохранения, юстиции, образования, науки, культуры и спорта, а также процесс законодательных реформ, предусмотренных Конституцией. Полномочия председателя Счетной палаты Республики Арцах прекращены досрочно. В соответствии с законом о регламенте Национального собрания Республики Арцах, на основании пункта 2 части 2 статьи 129 председатель Национального собрания Артур Товмасян подписал вчера протокол о прекращении полномочий председателя Счетной палаты Республики Ваграма Багдасаряна. Сегодня же президент подписал указ о назначении Ваграма Багдасаряна на пост министра финансов и представил сотрудникам новоназначенного министра. В письме, направленном в парламенте Нидерландов, исполняющий обязанности министра иностранных дел Нидерландов Сехер Каав, коснувшись обсуждения по карабахской проблеме в Совете министров иностранных дел Европейского Союза, сообщила, что Нидерланды подчеркивают важность скорейшего освобождения остающихся в Азербайджане армянских военнопленных, а также скорейшей отправки в регион миссии ЮНЕСКО по оцене культурного наследия в соответствии с резолюциями Сехерза и Фандерста. Как сообщает посольство Армении в Нидерландах, эта страна подчеркивает важность немедленного отвода войск с границей между двумя странами и возвращения за стол переговоров. По инициативе Нидерландов 28 мая Европейский Союз выступил с новым совместным заявлением, в котором выражает глубокую озабоченность в связи с приграничными развитиями и подчеркивает важность ослабления напряженности. Мы призываем немедленно убрать войска с границы и отмечаем необходимость уточнения вопроса демаркации исключительно посредством переговоров. Заявление включает также и призыв к немедленному освобождению армянских военнопленных, подчеркнула глава МИД. В зале Дворца культуры и молодежи Степанакерта прошел вчера заключительный концерт с участием хора «Маленькие певцы Армении» и хоров, действующих в Арцахе. Мы привезли с собой любовь всех армян к Арцаху. С такими словами мероприятие открыл художественный руководитель и главный дирижер хора «Маленькие певцы Армении» профессор Тигран Экикян. На вопрос о том, как удалось провести этот фестиваль, он ответил. С трудом нелегко, потому что ситуация вокруг Арцаха политическая и военная какая-то ситуация на границах. Это все очень беспокоило и руководителей наших ведомств, и своих родителей. Было очень трудно убедить людей, что угодно Богу, обязательно все будет хорошо. Те дети, которые со мной приехали, это на самом деле бойцы, они приехали, чтобы протянуть руку своим арцахским детям, сказать, что мы вместе, мы вас любим. Это очень важно. Важно, чтобы не только Ереван, Армения, Сюмик, разные районы Арцаха были в контакте, а важно, чтобы сами арцахцы, адруцы, мартакерцы, мартуницы, степанакерцы, чтобы они не чувствовали разницу. Они должны быть сплочены в один пункт. Поэтому сама цель – сплотить людей, чтобы они общались, радовались, игрались вместе. Поэтому и с песней, конечно, и с любовью. Хочется, чтобы этот фестиваль постоянно продолжался. О том, как проходили репетиции и о выступлении хора Центра, рассказала директор Степанакерцева Церта детского и юношеского творчества Людмила Барсигян. Прекрасное мероприятие – фестиваль хоровых коллективов Арцаха совместно с маленькими певцами Армении. Хороший проект. Я благодарю автора этого проекта, председателя Международной ассоциации хоровых коллективов «Маленькие певцы Армении» за такую пропотливую работу. Очень трудно было собрать все хоры Республики Арцах и маленькие певцы Армении и поместить их на этой маленькой сцене профессионально, то есть по голосам. Очень сложно было. Я присутствовала на репетиции и видела, насколько был сложный этот труд. И я сейчас горда еще тем, что Гидран Микокьян, наш маэстро, вчера очень похвалил после репетиции наш хор. Сегодня день защиты детей. Сегодня для нас двойной праздник, потому что дети Арцаха совместно с маленькими певцами Армении исполняли наши армянские песни и этим бросили зов о том, что дети ждут мира. Мы не хотим, чтобы наши дети знали, что такое война. И я желаю, чтобы те дети, которые знают, пережили вот эту горечь войны, забыли об этой войне. Насколько, чтобы жизнь улучшилась у нас в Арцахе, да и в Армении, они имеют право на счастье. Они должны жить, они должны творить, они должны всему миру показать, насколько сильные они. В начале мероприятия выступил хор Мартунинской музыкальной школы имени Арама Хачатряна. Дирижер хора Зарина Мусаэлян сказала, что наши дети должны же и петь с улыбкой на лице. Мы представляем Мартунинский детский хор школы имени Арама Хачатряна. Мы участвовали в фестивале. Дети были очень рады. Все было на высшем уровне. Мы рады, что в такое время все это случилось. Мы благодарны маэстру Гран-Регикяну за все, что он делал. Спасибо, говорим всем и хотим, чтобы это продолжалось, чтобы все дети были счастливы и они всегда пели с улыбкой на лице. В заключении выпуска послушайте информацию о погоде. По сообщению Гидромедцентра, завтра, 3 июня, на территории республики ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью воздуха плюс 15, плюс 20, днем плюс 28, 33 градусов тепла. Дорогие радиослушатели, наш эфир подошел к концу. В студии работала Ольга Григорян. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова